18 позерник, 2024 р. Кадхаши Вашнавадас Бабаджа Мухараджа, святыня Шри Шри Рада Гупината. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятый раздел 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он там описал, как Майяшода привязала Крышны до ступы. Раджа Гопи одного дня пришли до Майяшоды и рассказали ей о том, что делает ей сын. Майяшода, твой сын, что он только не делает, как приходит в наши домы, ты даже не веришься в то, что мы тебе говорим. Почему они пришли до Майяшоды? Так на правде они не против того, что Крышна приходит до них и что крадет у них масло. Они пришли до Майяшоды и сказали ей о Крышне, но в этот способ они только си 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 си. Майяшоды, она символизует цели расы. Она говорит, почему они говорят, что мы Крышна изводим. Мне не понравилось это слово. Крышна, он крадет масло у Гопи. Жадная сварупа Бхагавана никогда не крадет ничего у никого. Крышна говорит, что есть один такой злодей. Он называется Райна. Он крадет все грехи и образы бактов, которые приняли у него хранение. Если в какой-то способе человек почувствует его имя, то все грехи из его прошлых жизней, на Райна, эти все грехи украдут. Только слышим его имя, так пишут шастры. Но здесь есть описание Татвы. Описуйся Татва. Хари может означать Хара. Это означает, что он сам крадет грехи и образы бактов. Так сказал Брахма. Этот, кто достоял мою ласку, он позволяет чему из всех грешных реакций. Почему Пан Бух хочет что-то красть? Мы можем дать ему все, что мы можем дать Богу, лично наш смуток, образы, все, что зле мы можем дать. Но Бахта не хочет дать Богу то, что злого, потому что Бог должен украсть это от Бахтов. Он крадет и дарит Богу премию. И все, что есть лучшее, поэтому он самый красивый и называется Кришна. А, поэтому он самый аттракционный и называется Кришна. Он идет до дома в Праджабасе. Он говорит о Кришне такие слова, но почему? Почему они говорят на него, что есть люди? А на мысли служащие в нашем доме они делают много разных потрав, много чего готовят каждый день. Но он остается холодным и должен украсть йогурт, масло в домах в Праджабасе. Так мысляла Майя Шода. А еще, когда я смотрю на тех гопи, которые скаржутся на Кришне, то вижу, что так на правду они и они очень рады, что Кришна приходит к ним. На pewno они специально присоединяются Кришне, чтобы он пришел до их домов и крадал у них масло. Так мысли Майя Шода. Мой сын, мой сын, он очень смелый и не хочет быть в среду других людей. Поэтому он приходит, хотя Гопи запрашивает его до своих домов, но Крышна не приходит так. А только когда Гопи выходят из домов, Крышна входит в их домов и принимает все сладости. Если вы показали детку что-то смачное, а потом пошли, то почему он не может взять эту сладость, которую вы и оставили для него? Заставили си для него. Детка очень простая, он играет, он хочет есть, он не думает, что есть правильное, что не правильное, он очень маленький. Если я приготовлю млеко, йогурт, сладости для Крышны, то он будет, я сделаю это, и то моё детство будет задовольное, и уже не будет никого не скрость. Поэтому я решила сделать это своими руками для Крышны. У Панишады говорят, что Господь всегда задоволен, он не чувствует голода. Он очень далеко от этого. Но потому, что у его бактов есть премьер в сердце, поэтому он только едет от них. Мога говорит, что когда мы подарим ему едение, он смотрит и говорит, что он может оцами принимать едение. Крышна говорит, что он чувствует смак этого едения через язык его бактов. Это означает, что когда Бакта принимает этот премьер, то тогда Крышна так на правдой радует себя этим едением. Это означает, что Господь вообще есть? Конечно. Овоцы, криоты, вода. Он все это принимает. Листья туласи. Он принимает криоты, овоцы и воду. Он говорит, что Господь принимает криоты, овоцы и воду. Это не означает, что он едет эти криоты. Он просто принимает дар от бактов. Все служители майя туласи с великой милостью дают о нанаданадане. Но майя туласа, она хотела готовить сама для Крышны из-за всей расы. Поэтому она была беспокоилась, потому что Крышна не есть сладкости и йогурта, которые готовят служители майя туласа. Майя туласа – это великый океан в целом Преме. Почему она называется майя туласа? Майя туласа – это великый океан. Думая, чего можно назвать ее другими именами? Не! Она держит Бога в себе на руках. Кто еще так может сделать? Посадить Пана Бога на свои колена. Честка Кришны, то Анантадея, который trzyма все святое. Пан Бог, Он может все, а Майя Шода, держит его на своих руках. Он все могут, а Майя Шода держит его на своих руках. И... А если потребна, она может покарать Кришны. И она связала Кришны своим прямом. И... 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 О, Пан Буг, твои лили чаруют даже тебя, они такие сладкие, такие, что ты сам себя зочаровываешь своими лилами. То, как озеро Ананды. Пан Буг, Он есть вечно свободный, но Он принадлежит своих бактов. Это все из-за премии. Кто может держать Бога на рынках? Кто может его указать? Это все из-за милости, который делает Майяшода. В этой лилии Майяшода показывает, как Кришна связана с нами. Если бы у Кришны не было Майяшоды, как бы Он мог быть Дамодаром? Как бы Он показал святу Вацалья Приме? Майяшода – это единственный, кто может научить Кришне, показывать ему. И еще другой, кто показывает Вацалья Приме – это Махараджа Нанда. Из-за его премии, Нанда Махараджа притягнул Кришну свою премию и Кришна уродился у него в Гокули. Так Кришна показывает Великую Ананду. Только благодаря Махараджу Нанде наш свят получил Великую Ананду. Великую Ананду. Благодаря Махараджу Нанде. Благодаря Махараджу Нанде Яшоды Пан Бух пришел из Духового свята здесь. И, посмотрите, Майяшода, она захотела сама готовить для Кришны. Но кто ей не хотел позволить это делать? Служенцы, они начали говорить, Майяшода, почему это непредвидело, что ты будешь сама работать? Потому что у тебя есть мы. Если ты хочешь сама работать, сама готовить, то ты можешь забыть нас. У тебя есть мы для этого. Минифестация милости есть служба. Служба. Без службы милость – это ничего. Служба – это свидание милости. Если вы кого-то любите, то вы будете хотеть им служить сами, а не служить за служащих. Какой кроли. Один кроли сам замятаł перед колесницей Джаганадхи. Мы говорим, что мы можем достать кролицу без службы. Народом Дастакур показал нам, как достать мне ласку. Он спрятал за своим грудевым и поэтому достал ему ласку. Это говорят бахти шастри. Бахти – это служба. Если мы не хотим служить, то ходим только там, тут. Это не бахти. Это только не запокоение умыслов. Вы можете иметь тысячи служащих. Но тут Майяшода сама хотела готовить потраву для Кришны. Потому что без службы своими рынками бахтовы не могут в полном счастье. Часами люди не имеют служащих, кто помогает им. Они должны служить себе самим. Но это не означает, что это бахти. Они должны это делать, потому что они не имеют служащих. Но если мы сами хотим служить другому, то есть правильная служба. И Махарадж мог сказать, чтобы служба спрятала перед Джиганатхим, но он сам это сделал. И все молитвы, все бахтовы спевают. Я сделаю гирланды и уберу ее на Кришны. Я сделаю гирланды и уберу ее на Кришне. Это счастье, которое она имеет, никто не может представить даже Богу. И сам Брахма не может представить, какое счастье она имеет. Она служит на Данадане. Она служит на своих руках. Брахма не может представить счастья служащих Майяшоды. Служащие Майяшоды могут полностью дать о Кришне. И то, что они готовят для Кришны. Это лучшим способом. Но Майяшоды, имеющие свои премии, подумали, что Кришна не доволен их едением, но это было не так. Ее прагнение готово для Кришны все увеличилось в сердце в Ей. Если кто-то имеет незапокоение в сердце, что он служит невыстаршающе, то его прагнение еще увеличилось до службы. И ему обязательное помогло. Подобно тому, как прагнение Яшоды исполнило. Если мы хотим служить Богу, когда же наступит этот час, когда мы будем могли это сделать? И тут, и сейчас... И начался месяц картик. Все прагнение в Раджаваси И тут все, кто в Рожебасе пришли на Гвардан, они разом готовили, приготовили все для Идры Пуджи и так же дары для Брахмы, они всегда танцевали, спевали. И в этом году Махарашнанда, Упананда, Пхинанда и Нанданда начали организовать это свято. Всего это было свято, а потом, как появился Швей Кришна, то еще больше то свято начало быть больше. На Мавасе, в картах, все все пришли до Гвардана, чтобы святовать Павле. Махараш сказал для всех, что завтра будет свято, мы должны все спрятать там на Гвардане и все приготовить, чтобы все пришли и помогли. Махарашнанда спрашивал у Маяшода, Маяшода, ты пойдешь? А Маяшода сказала нет, нет, я не пойду. Она в этом году участвовала в этом святое, но в этом году сказала, что не пойду. Там будут велибить пубогов. И для этого святое потребно много ги, сладкости, смаженных разных потрав, много овощей. Там будет велибение пубогов и брахманов. А я застану с темалым детским. Он может непокоить, он может хотеть брать сладкости, непокоить браминов, а там они будут велибить пубогов, пубогов, а если он доткнет сладкости, или съед что-то, то это будет заничищено. Поэтому я застану тут с Кришном в доме. Маяшода выслала своих служащих на то святое, а застала сама в доме. И тогда, в день Амаваси, wszyscy вышли с палацу и пошли на гвардан. И маяшода застала сама и я помыслила, что сегодня мои прагнения все исполнятся и я сделаю сладкий рыжь для Кришны сама своими рынками. И врачи много есть кров, есть такие крови, чье млеко пахнет лотосами, они все называют крови падмаганди. И вечером Маяшода, в я знаю, кто работает, она имеет практику. Когда Радарани готовит, она готовит на джеве чандане и сосне. И из этого паута еще смачнее. И Маяшода взяла ароматное джево. И начала делать конденсованное млеко. Готоваться? Готоваться. Внови две тхами. Внови две тхами. Внови две тхами. Йогурт, млеко, творог, творог, сладкости, są bardzo тани, ale обычно все там сделано из сконденсованного млека. Поэтому все сладкости в Новодвипе отличаются от других мест, потому что они сделаны из сконденсованного млека. И так Майошода приготовила сконденсованное млеко, необычное млеко. Выбирайте, что они всегда используют млека крух, ги и йогурт с крух. Они имеют лучший смак. А тут Майошода использовала лучшего млека круха в Падмаганди. А тут Майошода сделала сконденсованное млеко. Затем, как Майошода сделала сконденсовое млеко. Она десывала ся, прилазать млеко в горшок из глины. И в горшок она удекорировала это млеко, поверхность как-то там удекорировала. В горшок. Из сконденсованного млека она сделала йогурт, а из йогурта сделала сконденсованное масло. Это масло не есть сквозное. Оно есть свежее. млеко. Майошода подумала, что нужно еще готовить для Нарайана. Можете одну часть оставить в Нарайане, а другую для Гопала. прийти в рамен и офирует этот йогурт Нарайане. Не можно дать тум потравы Гопалови при том, как оно еще не оформировано на Нарайане. До сконденсованного млека Майошода дала камфор и цукер. И сделала сводки рыж. И потом сделала ладо и другие сладости. Чтобы на утро, чтобы рано ее сын мог это съесть. Пока она готова, уже началась и она взяла своего любимого сына на туманца. Гопал? Гопал его перси, чтобы попить млека, а Майошода положила свою голову на его голову. Они сидели на золотом сиденье, которое декоровано. первое мое декоровано. И Кришна пил млеко с ее перси, и заснул. И мая шода тешилась сладкостью Кришны, и тем, как он смотрел с пианцей, и она тоже заснулась. Как махапурши в часе самадхи находятся в жаскиниах, и они хотят свой незапокоенный ум успокоить и почувствовать парамананды. Майя шода чула еще большую ананды, которая была в тысячи раз сладче. Ананда, которая в тысячи раз меньше, чем сидха йоги, когда Кришна спал на ее перси. Звыклый сен то есть тамагуна. Когда мы спимы, то есть тамагуна. которые находятся сеном 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 Майя шода. то есть то есть чудовная гра преми. Тут даже тут навет сен то манифестация расы, то не можно навет назвать снем. это называется отопокин расы. Если кто спит, мы не хотим упокоить их сен. Может они видят какой-то пенький сен, видят что-то пенькое сне. Для этого не нужно их будить. Но сен Майя шоды вполне разница от материального сна. Ей сен это сен расы. И ступнево начался час Брахма Мухурты. И Майя шоды начался будить. Те, кто будет в часе Брахма Мухурты знают, что сен сам отходит в час Брахма Мухурты. Когда начинается их служба, сам сын отходит от них, потому что он может повредить их службе. И в часе Брахма Мухурты все саки и кинкары. Они видят, что Брахма Мухурты начали спеть. Квяты открываются. Можно почувствовать аромат квятов. аромат 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 erste Amongst коммат 들을 không и х в в кунжи целая кунжа свечи колором шмарагду целая кунжа выполнена колором шмарагду и рада кришна еще мая джемка 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 в кунжи алисаки и кинкареш все будзо мая джемка и сейчас мая джемка что в этом часе это лучший час для убивания масла и йогурта и она помыслила что если гопал се обудди то она не беде могла спокойно убивать масло мая шута показуе нам ситханте когда начинал се час службы и баджану втеде сэн сэн эллиниство само отходи хоробы отходят от нас и втеде мы видим что зашелся час службы баджану то нам показуя мая шута мая шута мая шута се обудила али гопал у ней на перси он еще лежи на перси своей матки мая шута уснала с ним на перси и она помыслила что если я сейчас начну се двигать он се обуди и не беде хотел зашел из моих рэнк и не да мне убивать масло беде мне непокоить и мая шута втеде положила положила подушку около себе и положила на подушку кришны махаджаны описуем то она выменила свое убранье умыла рэнсы стопы и уста и мысли же что жетен йогурт я буду оферовать на районе и для того я муши на это все а а может быть чисто очистить и и так а то же мы тоже видим и как мусим это рубить она дает нам шепот декиласы махапрабу ютро си спутками ты и д amplять и борьба в 정확и classroom Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...